У нас опасный соперник, обрати внимание. Будь серьезным. Хозяином чего? Жизни. Турнирные таблицы? Ну, ферзь на Т7, я думаю, будет стоять очень хорошо. Я тебе предлагаю, знаешь, какой план? Да, ферзь Б7, А6, ладья А7, ферзь А8, слон Б7. То есть батарея? Да, да. Причем двухсторонняя, да? Да. И по линии А, да, и по большой диагонали. Согласитесь, это просто гениально. Потрясающе. Надо пустые куния 4, ферзь может потеряться. Так, ладно, теперь... Все, пора, пора, пора. Белопольник на Т7, черепольник на Т7. Нет, коня на Т7, а короля на Т7. Не, почему короля? Нужно как-то туда пробираться. Не надо никуда пробираться. Мы уже пробрались тут везде. Так, теперь какой-то отскок хватит сделать. А может отдать ему эту пешку? Нет, это слишком... Да там не будет матов. Жаль, нельзя аргировать с ферзем, да? Не позволяет. Король Д8. Конь Ж5? Ну ладно, хорошо. По крайней мере, это идейно. Да, ну а на Т7 как-нибудь ощутимо. Вот А6 я предлагаю сказать, А6. Правильно, тонкая профилактика. Ладно, однозначно. Теперь король Ц7, по-моему, все замечательно. Это вообще шикарная позиция. Я вообще не понимаю, почему наш соперник не сдается до сих пор. Нет, но ты понимаешь, что наш самый главный ресурс это Б5. Нет, если честно, до этого момента не понимал. Б5 это наш самый главный ресурс. Определенно, это от года. Лиша Аннон был бы доволен. Не знаю, зачем я пошел с Ж6, учитывая, что слон Ж7 все равно отпадает. Вот, кстати, Б4 это очень сильный ресурс. Я предлагаю встретить... Я предлагаю Ф5. Контратака. Так, и коня на Ф6, да? Я думаю, сейчас, что у тебя отжертвуют и дадут мат на коня. Это будет заслужено. Нет, стоп, теперь слон Ж7, смотри, какая у него мощнейшая. У нас, смотри, у нас батарея в одну сторону, и фенкетированный слон в другой. Мы давим на оба фланга. Нет, то есть, понимаешь, мы играем идейно. Согласен? Соперника без идей. Он просто забирает и забирает. Знаешь, что самое обидное? Что там? Что он в итоге выиграет, а мы нет. Нет, стоп, у нас уже парочка лишняя. У нас одна лишняя фигура, но загвоздка в том, что эта фигура стоит на А7. Нет, стоп, стоп, батарея заработает в какой-то момент. Пешки поменяются, и батарея... Вот, смотри. Хочется взять конем, но это, видимо, проигрывает. Да, может быть, почему, не знаю, но почему, кстати. Владея Е7. И что? Потом Ферзь Е2. Что придется брать... Пешки тоже обидно. Ладно, придется брать пешку. Знаешь, у меня такое ощущение, что придется разрушать все. Все то, что было построено непосредным трудом в дебюте. То есть, ты хочешь сказать, что дебютная идея не сработала? Да, и придется все-таки Ферзя возвращать на какую-нибудь адекватную клетку. Вот, я предлагаю сейчас пойти в А9. Нет, нет, там уже после Ферзя 5 уже все, уже мат пришел. Пора. То есть, мы сейчас прячемся на БМС, и все будет хорошо. Да, мы признаем свою ошибку. Ну, слушай, это... То есть, вот сейчас тренер, да, то есть, мы потерпели мини-поражение, тренер сказал, ребята, я сегодня был как московский Спартак предыдущих 14 сезонов. Да, именно так. Это даже немного хуже. Так, ну а дальше, какой план? Здесь какой план? Здесь план заключается в том, чтобы сразу мат не получить в один ход. Весь план. Так, ну вроде пока все держат. Да. Вообще мы атакуем, ты видишь, слон скрылся. Не во время я разрушил батарею. Так, да, да, я тебе про то и говорю. Не прочувствовал. То есть, понимаешь, вот сейчас игроки, это вот не тренер виноват, это игроки недотерпели. Да. Понял, да, в чем смысл? Это недотерпел... Ух ты, какой красивый ход. Ферзе 8. Ферзе 8 вроде бы надо, да. Ну а что делать? Я подозреваю, что даже здесь как-то поплохеть может. А как здесь может поплохеть? Может и никак, я не знаю. Ладя бы 7? Все-таки лишняя фигура, да? Все-таки да. Мы хотим взять Ферзя. Представь, что мы играем против Барса, у них нет Маскерана, но они нас все равно возят. Да, да, вот аналогия просто полная. Ну давай король А8. Это батарея, ты видишь, со второй попытки мы установили такие батареи. Да, и... Стоп. Все под контролем, да. У черных неожиданно выиграно. Так, Ферзе Б8, Ферзе Б1. Нет, вот по плотне. Чтобы все было защищено. И я хотел пойти к конь Е5 и получить мат в 1. Это было бы самое достойное включение партии. Я считаю, что это победа по Курбану Кейчу. Да. Ну, в лучших традициях Ростова. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Ростов чемпион.